Шумиха вокруг внезапной смерти Олега Яковлева не утихает. О кончине популярного исполнителя не высказался только ленивый. Дошла очередь и до бывших ректоров группы Тату Леонида Дзюняка. Продюсер прямо заявил, что Яковлев умер из-за пристрастия к алкоголю. Причем, по его словам, зависимость у артиста была многолетней. Сколько я видел Олегу, он всегда был под шофе. Это началось еще в бытность группе Иванушки. На мероприятиях, гастролях, скажем, летим в самолете, он всегда выпивал. Все спят на борту, устали, а он-то шампанское, это коньячок. Олегу повезло, его приняли в популярную группу, а потом начался алкоголь. И его попросили из группы именно по этому поводу. Цитирует откровение Дзюняка. Продюсер заявил свою мысль. Олег был довольно замкнутый человек, держался особняком. Зеленый змей, это его беда. И то, это после Ивановшек, он не получил той популярности, на которую рассчитывал, только усугубило его вредную привычку. У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость, хотя пытался. В этом и кроется причина его ранней смерти. Констатировал мужчину. Отметим, что вдова Яковлева, Александра Кузевол, ничего не говорит о пагубной привычке ее возлюбленного. Болел, кашлял, считал это простуда. Занимался самолечением, пил таблетки, а как кашлял. Оказалось, что у него двухсторонняя пневмония. Запустил. Его подключили к вентиляции легких, но не помогло. Рассказала убитая горем избранница артиста. Между тем встает вопрос с наследством Олега Яковлева. Как утверждает Кузевол, у него не осталось живых родственников. Однако пока Александра не задумывалась, оставил ли Яковлев завещание.